Вот и завершилось кругосветное путешествие Геннадия Ашатова. В дороге Геннадий находился полтора года и побывал в 32 странах нашей планеты. И вот первый человек из Молдовы, совершивший кругосветное путешествие, решил поделиться увиденным. Я думаю, что вряд ли найдется здесь человек, который в детстве не мечтал о больших дальних эмоциональных путешествиях. Весной решил я поехать обедать на мотоцикле на берег Атлантического океана. Утром я встал в 7 часов и подошел к океану, поплескался. И в этот момент, в этом процессе пришла мне гениальная мысль, какая замечательная идея такая пришла, пописать в три океана. И вот еще через месяц я уже писал в Ледовитый океан в Мурманске, а Тихий океан и писание в Третий океан я оставил на следующий 2009 год. 25 июня я и стартовал. Яна, признайся, сколько ты наварил на этой авантюре? Я потратил 81,5 тысячу долларов, а помощью у меня было около 6 тысяч. Мне помогли мои друзья и мои спонсоры. Самая тяжелая часть моего пути – это Центральная Африка. Случались ли нападения на тебя? Как часто, где именно? Если я для него место, то самая опасная ситуация. Пожалуй, расскажу о нападении в Зимбабве. Мы курем возле мотоцикла. В этот момент из лесополосы, метров 30 от меня, появляются три парня черных. Идут ко мне с мачетами. Я так думаю, что мне делать? Они же языка-то толком, наверное, не знают английского. В общем, я заорал на русском языке. Стоп! Они на секунду восстановились и побежали ко мне. Я понял. Все. Это буквально мгновение. У меня было два варианта. Либо бежать, либо биться. Они на меня, я на них. Ну, буквально, секундное дело. Я в крови, а они лежат. Изменило ли тебя путешествие вокруг Земли? Да, изменило. Как сказал мой приятель Володя Минин, из такого путешествия обратно не возвращаются. Где было вкуснее всего? Рекомендую побывать в Южной Америке. Очень вкусный район и очень дешевый. Снимал ли когда-нибудь флаг с байки Молдовы? Постирать? Нет, нет, нет. На мотоцикле висит флаг, на котором пыль многих-многих тысяч километров. Так что его стирать нельзя. Если вы думали, что на этом все закончилось, вы сильно ошибаетесь. В ближайших планах у Геннадия пройти западное побережье Африки, восточное побережье Южной Америки и юго-восточную Азию. Скажите, пожалуйста, как вам идея Геннадия совершить кругосветное путешествие? Ой, это безумная, конечно, мечта, наверное, каждого человека. Очень интересно. Ну, жизнь такова, что не все могут, не все не могут этого позволить. Великолепно. Я полностью поддерживаю, хотя она безбашена. Идея очень хорошая. Отлично. Ну, идея очень классная. Жить ради нового телевизора, ради ковра или ради новой квартиры с машиной, то есть это, ну, немножко так, немножко неправильно. То есть человек вспоминает старости, приятные впечатления, вспоминает друзей, с которыми он провел прикольное время. То есть, как бы, ради этого стоит жить. Многим хочется совершить такое, но удается единицам. А те, кто не решается, с удовольствием приходят послушать рассказы Геннадия, чтобы хотя бы на время ощутить себя частью этого кругосветного путешествия. Из того, что он рассказывал, что вам показалось самым интересным? Ну, самое интересное, это, конечно, дух. Дух, который в этом человеке, дух путешествия. Все интересно, просто мне больше всего нравится его чувство юмора. В принципе, все познавательно, все интересно. Вы знаете, наверное, скорее всего, то внутреннее состояние, которое он пережил. Больше интересно вот его общение с людьми. Если вам хочется узнать еще больше, вы можете посетить сайт Геннадия или найти его и спросить все, что угодно о путешествиях. Ведь он знает, как заразить желанием путешествовать.